здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы луди сад сегодня я решила посадить лук репчатый на зелень я каждый год показываю как и я это делаю сейчас вспомним старый материал разными способами сажал лук в прошлом году сажала в банку делала отверстие тоже кстати говоря мне понравилось но тогда я сажала такой небольшой лук выборок чуть крупнее сивка вот тоже эффект был очень хороший еще бы найти ту банку с этими дырочками было бы совсем хорошо но зимой я люблю выращивать как раз новый год впереди поэтому к новому году только зелень это и отрастет зимой люблю выращивать лук из своего репчатого лука вот тот который собирала и вам показывала потому что из вот такой репки получается очень мощная и большое крупное перо и его много если посадить вот сейчас семена продаются как-то мне не очень пока понравилось но думаю надо поизучать этот материал вот не было такого эффекта как например получается из лука но так как у меня урожай был хороший то лук есть правда в этом году что удивительно при сухом лете при отличной лёжкости материала во время сушки знаете сами кто смотрит мой канал что я сушила лук долго в отличных условиях в проветриваемых теплых лук в этом году гниет вот так бывает и странности это прямо я уже даже себе в журнал записал бывает что сырой год и лук хранится великолепно в этом году год сухой лук хранится плохо особенно плохо хранится лук репка из сивка мамочки лучок как я называю там старорусский синий как хотите он все-таки при хранении великолепен но и в нем уже несколько гнилых луковиц находила при том разного вида гниль есть мокрая гниль есть сухая и все равно гниль так что не знаю прямо что это такое ну коль урожай хороший то буду сажать вот замочила где-то на два часа лук репку отрезав у него корешки и вершинную часть многие спрашивают зачем отрежать отрезать вот этот верх можно даже отрезать на одну треть это стимуляция выгонки пера когда мы сажаем лук в огород если мы его не на перо она вот на луковку на репку то так делать нельзя вот а когда мы выгоняем перо то это стимулирует быстрый быстрое начало роста нашего пера вот замочила на два часка свой лучок теперь хочу поговорить пока я чистила лук это же вот шкурки тут донца в общем луковая шелуха чем она хорошо все в дело ничего не выбрасываем чем хороша луковая шелуха но я думаю многие знают но вдруг кто-то не знает но я ее сушу и потом использую при посадке картофеля об этом я рассказывала как я делаю свои отходы на канале лоди свет кому интересно как я ничего не выбрасывая из дома все это дело обрабатываю вот переходите на там как на тот канал лоди свет он под видео в описании всегда есть ссылка и посмотрите как можно из-за всяких отходов кухонных делать супер экологически чистые удобрения в том числе и шелухи ну а сейчас вот эту пол-литровую баночку я набила ведь так достаточно плотно залью кипятком укутаю и сделаю такой настой луковой шелухи для чего луковая шелуха в ней содержится каротин витамины и фитонциды которые придают вот этот острый резкий запах считается что каротин который входит луковую шелуху имеет огромный ну как бы сказать живительную такую силу это как бы антиоксидант помогает раз антиоксидант помогает растениям быть выносливыми и чтобы они сопротивлялись различного рода например к болезням также фитонциды которые входят луковую шелуху они уничтожают ну всякую вредную среду грибки и бактерии которые вызывают заболевания вот и огромное количество витаминов группы b некоторые даже покупают медицинскими препаратами и используют для подкормки растений вот он все витамины ну естественно как без витаминов живет растение как бы это как питательные вещества еще луковая шелуха содержит никотиновую кислоту никотинку вот она помогает растениям бороться с этой плохой освещенностью которая сейчас данное время ну лампы хоть какие хорошие это не солнечный свет и вот важно сейчас зимой именно опрыскивать наши растения луковой шелухой чтобы вот сопротивлялись они бактерии лишние и вредители кстати тоже вот эти фитоциды отпугивают пусть кого-то не убьют но отпугнут всякие маленькие комарики сейчас появляются мушки летают пользуйтесь но во всех экологическое чистое можно сказать и удобрения и тут же препарат от болезней и вредителей и еще луковая шелуха может сейчас помогать вам как корни образователь работать потому что вот эта никотинка стимулирует образование корней так что не только опрыскивать но и поливать под корень молодые наши с вами череночки сеянцы саженцы пожалуйста так что видите как я агитирую ничего не выбрасываем нормы здесь ну вот разные я честно говоря биологический препарат как-то все люблю переборщить не знаю пока ничего не случалось вот пол-литровую банку заливаю кипятком настаиваю процеживаю и 100 грамм вот этого отвара заливаю в 1 литр но опрыскивателя и опрыскиваю по листу или поливаю под корень пишут что надо меньше но я использую так и у меня ничего плохого не случалось вот еще бывает что литровую банку набью это же 100 грамм процедили держим в холодильнике но недолго недолго ну как правило мне уходит сразу почему я делаю в маленьком количестве полью под попрыскаю и простимулирую и убью всяких общем-то паразитов вот откладываю теперь лук как я сажаю почему показываю двухрядным способом вот для этого мне нужен высокий ящик для того чтобы с одного как называется квадратного метра ну меня тут понятно что не метр образно говоря получить как можно больше урожая вот это к этому ведется место нету все под лампами этот лук будет расти под лампами даже на окне он растет значительно хуже чем под лампами но на окне тоже можно вот видите половина ящика у меня земли вот утрамбовано полила и теперь выкладываю сюда лук все незамысловато ну не очень так уж чтобы знаете уж плотно плотно но все равно вот так в 2 ряда где в 3 ряда так ну крупный вот так вдавим вот таким образом между можно и маленькую всунуть поэтому у меня и разный лучок так вот сюда вот таким образом видно вот первый слой лука я сложила теперь засыпаю этот слой землей у меня вот эти вот в этих ящиках растет ну кто знает на канале у меня растут пеларгонии в таких ящиках очень удобно по 2 по 3 штучки пеларгонии а сейчас ну пока некоторые освобождены пеларгонии обновлены на новенькие чтобы они не стояли тут не без дела я сейчас и займу их луком как правило такой ящик такой ящик у меня срезаю первое перо потом срезаю второе и выбрасываю ну всю землю у меня таких несколько уже заготовлено землей потому что там когда будете вываливать одни корни будут вот так сейчас трясу об стол трясу камеру надо немножко отодвинуть вот так ребят ну все теперь утрамбовываю не сильно и второй слой лука вот прям в это же чтобы вам было видно в это же корыца сейчас если мало придется дорезать не беспокойтесь лук пропихается весь и найдет себе дорогу видите здесь я вот уже так немножко с расстояниями делаю и не надо его полностью туда утапливать он еще и корнями сам себя немножко немножко поднимет полностью не зарываем вот но плотно старайтесь плотно потому что говорю что он себя поднимет вот так раскладываем будем сейчас наблюдать что будет происходить с моим луком думала мало нарезала а нет придется куда-нибудь еще какое-нибудь растение одну-две штучки посадить так тоже делаю вот так сейчас маленько подвинем жалко жалко тут осталась одна большая луковина не хотела я чистить но придется ну ладно не буду посажу куда-нибудь в другое место вот одна осталась все а теперь поливаю лук и сегодня на один денечек натяну здесь пленочку буквально на один денечек сильно много не надо смотрите ребята кто покупает лук в магазинах часто пишут что вот купила в магазине лук а он не дал и пера лук обработанный никогда не рост вампира там специальные стимуляторы для того чтобы он не прорастал вот так то есть такие стимуляторы которые задерживают рост вегетативной части сдерживают если вы видите в магазине проросший лук значит его или плохо обрабатывали но мало или не обрабатывали вообще как правило весной я вижу продается такой лук и я его немножечко покупаю тоже вот присажу на зелень себе когда уже своего там мало бывает не остался или жалко или смотрю что остался только на посев имейте ввиду проросший лук можно покупать и сажать вот такая история теперь будем наблюдать буду вам снимать и показывать не сею зелень который меня спрашивает там микро зелень ну просто вот в данном корыце конечно можно посеять там и петрушку укроп но вырастает все это такое страшненько я только крест салат вот еще более-менее его можно срезать а вот там на туалетную бумагу на опилке там на что там еще на вату кто-то сажает не сажаю честно вам нет нету места и не занимаюсь вот этим делом ответил на вопрос сажаете ли вы микро зелень не сажаю будем кушать зеленое перо спасибо всем за внимание вы были на канале сажайте вот это перышки зеленые очень то что я рассказал вам про луковую шелуху это же все то же самое действует и на нас с вами не только на растение поэтому нам с вами полезно и только луковая шелуха а те фитоциды которые будут источать мои перья зеленые всего всем доброго а